Минута в минуту. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается программа «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин. Всем здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И утро прекрасно провести, может быть, прогулявшись по городу. Кто-то спешит на работу, кто-то... Иногда бывает, когда идёшь, даже когда спешишь, поднимаешь голову и думаешь, Боже мой, в каком красивом городе мы живём. Насколько бывает, что не замечаем мы красоты нашей замечательной, прекрасной Риги. И есть, как здорово, люди, которые напоминают нам о том, что наш город прекрасен. В нём жили и живут очень интересные люди. Историк, автор книг о Риге, экскурсовод Игорь Гусев в нашей студии. Да, мы сразу говорим о том, что все мы с сертификатами, мы работаем в зелёной зоне. У нас на Болткоме зелёная зона. Так что мы имеем право звать иногда живых, настоящих гостей к нам в студию, чему несказанно рады. Новая книга вышла. Игорь, мы попросим, Игорь, может быть, рассказать несколько слов, почему именно вот эта тема Московского форштата, так называется она, Московский форштат, и уже она появилась в продаже, уже разлетается просто как горячие пирожки, потому что увлекательно, невероятно написано, очень большой материал перелопаченный, там много исторических фотографий, иллюстраций. Вот почему именно вот этот район, почему ему посвящена книга? – Дело в том, что Московский форштат – это мой давний интерес. В своё время великого хореографа Михаила Фокина спросили, как долго он работал над постановкой замечательного танца «Умирающего лебедя», и он задумчиво произнёс «10 минут и всю жизнь». Так и я собирал материал, конечно, не всю жизнь, но достаточно долгий срок, примерно два года шла работа непосредственно над самой книгой, и вот теперь вот этот том, 512 страниц, вот Каюсь не захватил, ума не хватило взять его с собой, чтобы вам показать. Дело в том, что материалов тьма, и очень много материалов, касающихся этого, на мой взгляд, одного из самых интересных и увлекательных и удивительных районов Риги. Вот после центра города, после нашей старой Риги, это, наверное, самый интересный, самый показательный район. – Хотя у него как будто бы такая, ну, репутация такого маргинального района. – Ну, да, репутация маргинальная, как мне тут говорят, там, неполиткорректно, цыганско-криминальный или там наркоманский район. Ну, понятно, да, репутация Реноме у нас у всех может быть весьма-весьма сомнительной. Я не отрицаю, что район, безусловно, сложный. У меня самого бывали там, я бы сказал, скользкие ситуации, когда, собирая материал, бразил по московскому форштату, ну, ныне Латгальское предместе его так называют, да, хотя все называют москачка. И у меня действительно бывали ситуации, когда там люди и с ножами приходили, и еще мало ли что. Ну, повторяю, это все наносное. Начнем с того, что это самый русский район Риги традиционно, потому что, ну, что греха таить, там издавна проживало довольно большое число русского населения, хотя район, конечно, многонациональный, там есть представители всех наций. Но самое важное, что этот район, он как будто бы законсервировал в себе историю прошлого. Вот в 1933 году в Ригу приезжал замечательный поэт Георгий Иванов, поэт Серебряного века, и вот он был потрясен, увидев московский форштат. Он его назвал осколком затонувшего материка, погибшей Атлантиды, потому что там как будто бы замерла жизнь, вот кусочек старого мира. И вот эти дома, эти улицы, эта мостовая потрясающая, которая вот не менялась десятки, а может быть и сотни лет, это очень интересно. И хотя эти дома потасканные, я бы сказал, неухоженные, зачастую там не делался ремонт, может быть, даже с довоенной поры, у меня двойственное чувство. Потому что как патриот Риги я, конечно, хотел бы, чтобы там город расцветал, все эти дома были выкрашены, там сделаны, там евро-ремонты и всё такое. Но как историк я, конечно, с восторгом млею, глядя на эти дома, потому что это срез эпохи. Там вот просто местами заходишь, но вот ощущение, ничего не поменялось за сто лет. Но как такой район не может вызвать у меня исторического интереса, как у исследователя? А интерес вызывает, как у исследователя, именно архитектура? Или всё-таки события и люди, связанные с этим районом? Потому что, ну, забегая вперёд, я не знаю, лет на 10, 15, 20, 30 назад, наверное, всё-таки не представляется разумным сохранять исключительно всю застройку. Вы задали замечательный вопрос. Для меня интересно всё. Для меня интересно история вообще. Мне интересны быт, нравы, архитектура, отношения. Вот у меня в книге даже есть рецепты сбитня. Вот старый русский народный напиток сбитень. Сбитень варим. Ходили сбитеньщики, поили в холодную сейчас погоду, с горячим сбитием. Очень приятно было себя согреть. Вот у меня есть даже рецепты сбитня 19 века. Все желающие могут его, так сказать, отведать. Ну, по своему вкусу и подобию. Это тоже очень интересно. Вот как менялись отношения, как менялись традиции, как менялись, в конечном счёте, нравы. Ну, не знаю, ну всё это интересно. У меня было столько материала, что я в нём утонул. Вот мне даже друзья говорили, давай-ка мы сделаем 2-3 тома. Я говорю, нет-нет-нет. Потому что в наше время люди не любят, когда их грузить. Понимаете, грузит народ. Вот много букв. Как мне вот нередко начинают меня укорять. Много букв, много пишешь ты. Поэтому приходилось самому себе по рукам бить, резать. Я ведь вставил далеко не всё, что я мог тогда вставить. Вот если кто-то будет меня укорять, очень многие факты, цифры там, я просто не вставил. И иллюстрации потрясающие, я их тоже не вставлял, потому что, извините, нельзя объять необъятным. 512 страниц – это самая объёмная книга. Уважаемые критики, за много букв, вам ещё повезло. Он держал себя в руках. Да, да, именно так. В ежовых рукавицах москачки. Ежовых рукавицах. Тем не менее, не может же быть такой объёмный фолиант обо всём сразу? Безусловно. Ну, как правило, какая-то есть основная линия. Это, опять же, люди, события, здания, рецепты. Что в вашем сочинении? Вот, Александр, вы прямо вот взяли быка за рога. Действительно, для меня было очень важно найти вот эту золотую грань. Это раз. И второе, вот у меня была проблема. Много разноплановых фактов, материалов. И как всё это в одну канву привлести, чтобы всё это как-то было единым целым. Знаете, не эклектика, не какие-то куски, фрагменты, да? А именно, чтобы это всё-таки воспринималось как единое целое. И вот не знаю, удалось это ли мне, но люди скажут. По крайней мере, я попытался показать вот просто как жизнь человека, жизнь московского форштата, да? Это как жизнь каждого из нас, которая состоит из разных событий, хороших и плохих, трагических и комических от наших рост, там, детство, юность, зрелость, любовь, там, расставание, смерть, что греха заить. Вот, я хотел, кстати, подвести, у школы вы проводите параллели с человеческой жизнью, от рождения до могилы, вы намекаете на скорый конец, маскачки, ох, не понравится это слушателям. Скажем так, безусловно, каждый день – это маленькая смерть. Ну, что греха таить, опять же, вот утро просыпается, наше рождение, день, рассвет, вечер мы ложимся спать, ну, это микроимитация ухода на тонкий план, да? Ушел этот ответ. Вот, нет, я не ушел, я просто, как это, мыслью по древу растекаюсь. Так вот, каждый год форштат меняется. На моей памяти за последние два года уже очень много поменялось. Там снесли некоторые дома, которые я еще успел на них полюбоваться, ушли из жизни люди, которые делились информацией, жизнь идет, и меняется форштат, и сегодня он уже не такой, каким он был 5-6 лет назад. Поэтому, безусловно, происходит смена. И вот как найти вот эту золотую середину, сохранить дух форштата, сохранить его внешний облик, уникальный, я считаю, тут деревянная архитектура, некоторые дома еще помнят времена Анны Керн, как я говорил, стучали каблучки Анны Керн по мостовым Риге. Вот сохранить эти дома, как-то их, может быть, отремонтировать, их, может быть, придать им какой-то более современный вид, и в то же время не изуродовать, не убрать их с полотна вот этого прекрасной картины, именуемой Ригой, а чтобы эти дома, эти улицы жили в будущем, в 21 веке, и при этом несли на себе какой-то дух прекрасного, может быть, немножко идеализированного прошлого. Золотой век Москачки, когда он был? Золотой век Москачки, пожалуй, он был тогда же, когда был золотой век Риги. Вот есть такое понятие, как у нас говорят, сейчас немножко это тело забыли, золотое 50-летие истории города. Оно продлилось полвека, начиная со срытия земляных валов, это 1857 год, и до начала Первой мировой войны. Рига тогда наиболее активно и бурно развивалась. Это был третий по значению промышленный центр Российской империи, город наукоемкого производства. И Москачка, как и вся Рига, тоже бурно развивалась. Это видно невооруженным глазом, вот если вы пойдете по району, там очень часто видно, стоят вот старые деревянные дома, дома, дома. Вот бац, стоит великолепный дом в стиле модерн, там 912 год, 13 год. То есть видно, что этот модерн стал там появляться. Москачка стала меняться, бурно развиваться, эти огромные шикарные дома модерна. А потом раз, Первая мировая война, и все. И все законсервировалось, все прошло. Понимаете, эти дома, которые должны были быть снесены еще в начале века, они до сих пор стоят. И конца краем нету. И это очень видно. Золотой век был тогда, на мой взгляд. Ну, кто-то со мной не согласится, может быть. В связи с вашим рассказом впервые задумался. На самом деле ведь эти дома многоэтажные, доходные, начала 20 века, они действительно такое впечатление, что наступали от центра, то есть со стороны улиц Дзирнову, Лачплеша. Именно, так и есть. Там каменные, дальше деревянные остались. То есть не успело дойти. Они их как бы вытесняли. Понимаете, вот даже вот наша улица Альберта, знаменитая, там дома модерна, там Эйзенштейн. Вот пройдете буквально там, не знаю, пару сотен шагов, и уже начинается Дзирнову, вся такая депрессивная, достаточно запущенная, эти деревянные развалюхи. То есть расширялся центр. Вот понимаете, он так это, пух, шло, может быть, 5-10 лет, и там была бы новая вот эта полоса этих великолепных домов в стиле модерна. Ну, Первая мировая война. Все. Даже вот я знаю, на Гризенькалнсе есть такой дом, который без боли смотреть нельзя. Он двухэтажный. И явно видно, что его начали строить накануне Первой мировой, то что он такой, ну, солидное основание, первый, второй этаж, такие вот, стилистика модерна. И второй этаж, очевидно, началась война, строительство прекратилось, а после войны уже не было пороха его довести до ума. И дом остался такой вот, полумерок. Больно смотреть, просто больно. Не только Первая мировая война, но и Вторая оставила след, ведь сейчас 80 лет достаточно трагической даты. Да, и Олег, вы это тоже сняли с языка. Очень важный момент. Дело в том, что есть тема, которую многие у нас очень не знают вообще, а некоторые стараются не знать или не вспоминать лишний раз. Это тема Рижского гетто. Вот эта тема, о которой, я считаю, надо бить в колокола. Вот сегодня как раз мы отмечаем страшную дату. В ночь с 29 на 30 ноября началась первая массовая акция уничтожения жителей гетто. Когда вот их в Румбулу погнали, больше десятка тысяч человек, кого-то убивали прямо в гетто. Это была первая акция, была еще вторая, уже 8 декабря. И вы знаете, это страшно, когда вот здесь, вот у нас, это гетто, это четвертое, кстати, по увеличению гетто на территории бывшего Советского Союза, между прочим. И кто о нем сегодня вспоминает? Мне очень интересно, на государственном уровне сегодня кто-то вспомнит об этой чудовищной дате. И это тоже меня ко многому обязывало. В книге «Московский форштадт» большая глава посвящена истории гетто. Я считаю, это надо было сделать обязательно. И это меня, между прочим, подвигло на то, что сама структура книги была немножко под это дело подстроена. Потому что, например, когда я писал о событиях довоенной Латвии, 20-е, 30-е годы, я перелопатил много материалов, например, пересмотрел старые номера журнала «Для вас», такой развлекательный журнал, один из самых популярных русских журналов зарубежья довоенного. И там мне был соблазн показать странички юмора. Ну, знаете, там карикатуры, анекдоты. Ну, интересно же узнать, над чем смеялись, что веселило людей той поры. Я уже подобрал и карикатуры показательные, и анекдотики какие-нибудь такие смешные. А потом я понял, нельзя это делать, потому что через несколько страниц начинается гетто, начинается война. И вот это сочетание веселья и хохмы, и гетто, я не захотел это. Я понял, это нельзя. Поэтому мне пришлось немножечко как бы убрать. Может быть, и зря как раз был бы такой трагический перелом. Как всё шло, как всё развивалось, как всё было радостно и весело, и тут бац, гетто. Ну, не было весело и радостно. К концу 30-х годов в стране наступал уже кризис, и, собственно говоря, вот это столь восхваляемое многими время Ульманис, оно отнюдь не было и безоблачным, и просветание было весьма иллюзорным. И то, что говорят, 40-й год, ужас 40-го года, Байга-Васара, ведь оно пришло, не упало саму. Ульманис, господин Ульманис, памятник которому здесь стоит поблизости, он подготовил 40-й год, он является одним из главных виновников того, что 40-й год наступил в Латвии. Я хочу сказать, кстати, что фильм «Эмилия», который многосерийный, он меня поразил с достаточно честностью, вот об этом тоже говорит, он показывает вот эти события. Это про госпожу Бедемина, сколько? Я фильм пока ещё не видел. Он как раз показывает времена Ульманисы достаточно критично, скажем, вот там показана и цензура, и вот, ну, там очень… Ну, слава богу, если мы даже не до того, что нас показывают честные фильмы об этой эпохе, потому что пока вот времена Ульманис у нас, как правило, так вот сахарным сиропом обливают, там, как вот лись. Россия, которую мы потеряли до 17-го года, да, то же самое сахарный сироп и сопли, да, это очень свойственно людям искать в прошлом, извините, какие-то идеализированные варианты. Я считаю это неправильно. Я вообще считаю, знание прошлого помогает найти верную дорогу в будущее. В то же самое время, как незнание прошлого, вот как незнание того же самого гетто, да, истории, оно нас уводит, простите, в тупик. В худшем случае, в худшем случае ведёт в пропасть. Это плохо, я считаю. Хорошо, спасибо. У нас не так много времени остаётся, просто хотелось бы вернуться и к книге, и к московскому форштадту как таковому, и провести некоторые параллели со столицей соседних государств. В Бильнюсе, например, есть замечательный район, восстановленный почти полностью, или, ну, там, преобразованный, уместнее, наверное, сказать, Ужупис, Заречья. А в Таллине сейчас второе такое рождение, рождение переживает Каламая. Нечто подобное может ли ожидать нашу родную рижскую маскачку? Кому это может быть выгодно? Вообще, в принципе, есть ли предпосылки, чтобы в этом районе стали селиться какие-то, не знаю, творческие люди, которые за собой привели бы новые решения и новое дыхание в этот район? Прекрасный вопрос. Ну, чтобы кто-то селился, надо, чтобы кто-то селился. Должны быть, прежде всего, творческие люди, которые готовы творить и освещать своим искусством окружающий мир. Я был бы очень рад, если бы московский форштадт превратился в такую вот, так сказать, территорию, на которой просветает искусство, высокое духовное начало. Я был бы счастлив и горд. Если это будет, это будет замечательно, но это непредсказуемо, потому что мы живем как на вулкане, и мир наш абсолютно не поддается анализу, по крайней мере, я не могу его анализировать. Если найдутся инициативные, энергичные люди, найдутся инвесторы, я буду этому только рад. Ну, вы упоминали, что много времени провели в этом районе и отмечаете какие-то изменения год за годом, которые происходят. Меняются люди. Так как меняется население Москачки, меняется ли оно? Ну, скажем так, насчет населения не могу судить, потому что раз на раз не приходится. Бывают люди старого времени, весьма оморгинальные. Есть, есть молодежь, которая, наверное, смотрит будущее и может что-то сделать по-своему. Пока, к сожалению, я вижу, что в форштадте в основном меняется то, что сносятся старые дома, и появляются такие безликие современные коробки, которые глаз не радуют, душу не веселят. Вот что я пока вижу, но я надежду не теряю. Ну, сейчас нам уже показывает, что время завершать нашу встречу. Московский форштадт, он продается, его можно приобрести, я понимаю, что он в основном в магазине «Полярис», да? Вы имеете в виду книгу. Да, да, Московский форштадт, конечно, книгу, мы все время говорим о книге. Да, 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 нет, она продается через книгу, книга через магазин, есть у них там интернет, магазин, что в наших условиях решает проблемы. Тех, кто не может быть в Риге, зайти непосредственно в магазин, это очень хорошо. И спасибо «Полярису», у меня с ними старая дружба, это мои хорошие, добрые, так сказать, наперстники и помощники. И дай Бог, чтобы с помощью их книга форштадт нашла своего читателя. Спасибо большое, Игорь Гусев, историк, автор книги «Московский форштадт», был сегодня с нами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok